Доброе утро, с вами Дарья Тангел и Виталий Трейден. Здравствуйте, Виталий. Доброе утро, Дарья. Доброе утро, радиослушатели. Сегодня хотели мы поговорить по поводу изменений в рынке, в автомобильном рынке в связи с карантинами, с переводами на внештатную работу сотрудников. Что сейчас происходит, об этом подробнее нам Виталий расскажет. Ну, вообще, друзья, у нас программа позитивная, и в первую очередь я желаю вам продуктивного дня, неважно, где он начался, дома или вы там движетесь на свое рабочее место. Но есть события, которые происходят в мире, которые мы, к сожалению, никак не можем обойти. И на проект ProTestDrive ситуация тоже уже повлияла, потому что в планах нашей программы было в апреле пригласить вас на большой сравнительный тест-драйв новинок 2020 года в городе Кирове, где вы бы, скажем так, в одном месте могли бы по нашей традиции сравнить огромное количество автомобилей. Вы говорите про битву кроссоверов, правильно я понимаю? Про битву городских в этой ситуации. То есть, да, ставку поставили на те автомобили, которые покупают горожане, то есть в том числе и моноприводные. Вот, и есть ведь вам что показать-то, что самое-то главное, ведь зашли же новинки, но... Причем новинки я перебью, новинки-то классные, они действительно, они красивые, современные. Я думаю, что и слушателям было бы интересно о них подробнее узнать, но так как проекта вот этого мероприятия не будет... Ну вот на YouTube, если сейчас вы наберете Seltos, надеюсь, что еще программа моя ютубовская в топе висит, то увидите репортаж Kia Seltos вторжения, да, о том, как эта машина сейчас меняется, рынок компактных кроссоверов, какие я нашел в ней недостатки и в целом вообще какова машина на ходу, испытывали мы ее жестко на полигоне Шехово-Подгорянка, прям лед, глина, все там было. Ну и, в общем, не буду, скажем так, убегать в радиоэфир, да, посмотрите на YouTube, машина стоящая, машина интересная. Кроме того, и конкурентный рынок у нее сейчас тоже подтягивается. Skoda недавно выпустила Corog, да, то есть та машина, которая в Европе уже была, до нас не докатилась. Вот все это вам хотелось бы показать. Корог, на котором ездит половина правительства сейчас. Серьезно? Да, 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 да. Мы периодически смотрим в окно и видим, что Корог у них в топе. Понятно. Ну такой европейский консервативный взгляд, что, в принципе, как бы, наверное, отношение к жизни членов правительства, наверное, совпадает. А хотя, знаете, я, наверное, перепутывала. Все-таки не Корог, а Кадьяк, наверное. Вот, наверное, Кадьяк, да. Кадьяк они все-таки побольше, посолиднее. Корог он такой внешний, в принципе, их на самом деле трудно отличить, но Корог он покомпактнее, соответственно, чуть-чуть подоступнее, чуть более хорошо управляемый, но менее вместимый. Мне кажется, члены правительства все-таки ближе к Кадьяку. Ну да, он подешевле. Экономит бюджет. Не, Кадьяк-то как раз дороже. А, Кадьяк дороже. Да, Кадьяк как раз дороже, вместительный, но, в принципе, в своем классе эта машина наиболее за адекватные деньги. То есть любую другую машину аналогичного класса, такого же размера, вы заплатите гораздо больше денег, чем за Кадьяк. А Корог получается еще поменьше, еще чуть поэкономичнее. Хорошо. Соответственно, многим из вас тоже мог бы быть интересен. А что-то новое помимо паркетников, кроссоверов выходило? О чем хотели сказать? Volkswagen выложил фотографии нового пола, поэтому ожидаем в ближайшее время тест-драйв. Честно говоря, не буду вас обмануть, возможно, он уже есть. Вот, интерьер прям приятно поменялся. У него такая брутальная теперь коробка переключения передач. Большой красивый монитор. Ну и в целом отделка такая немножко непривычная для Volkswagen, чуть более инновационная такая. Вот, тем более для класса компакт седана. Вот, в общем, есть на что посмотреть, но все это мы с вами смотреть будем, видимо, сначала на YouTube, потом в качестве индивидуальных тест-драйвов. Вот так вот, чтобы устроить большой сравнительный, наверное, придется подождать новости с медицинских фронтов, да, как будет проходить борьба с коронавирусом. И, конечно же, ну, для нашей компании очень важно, как можно быстрее вот от рынка ивентов вернуться. Виталий, расскажи, а что сейчас происходит внутри автокомпаний, автомобильных компаний, автосалонов, как они справляются с последствиями? Ну, наверное, не всей информацией я могу делиться, да, но вот информация, которую не скроешь, не спрячешь, что называется. Многие автопроизводители, дистрибьюторы приостановили работу. Это связано как с курсом доллара, так и связано с дистанционной работой. Я не знаю, какая причина из этих главнее. Естественно, как бы экономическая ситуация тоже требует паузы, да, подумать о том, что делать дальше, потому что даже при прошлых кризисах, как правило, дистрибьюторы, ну, не сразу же меняли цену. Ну, представляете, если завтра машина будет стоить на 30% дороже. Ну, с ума же, наверное, все сойдут. Мне кажется, продажи встанут как минимум. Да, поэтому изменения в любом случае будут происходить поэтапно, и команды взяли паузу, видимо, на подумать, и коронавирус как раз-таки их в этой паузе поддерживает. Но здесь, опять же, не буду рассуждать, потому что реальных причин я просто не знаю. На что есть смысл сейчас реально уделить время и внимание? Внимание реально надо уделить своему автомобилю текущему, да, и, что называется, и привести его в полную боеспособность. То есть пока все запчасти на складах есть, если не на кировских, так и на московских, да, и пока, как бы, доставлять грузы, возможность есть. И надо, ну, просто чтобы ваша машина в любой момент у вас всегда была под рукой, была технически исправна и готова выполнить любую вашу задачу. То есть те самые люди, которые месяц тому назад скупали гречку, сейчас будут экстренно скупать запчасти? Ну, запчасти, конечно, не портятся, но, с другой стороны, есть запчасти, которые могут не понадобиться там долгое количество времени. Нет, я предлагаю людям, которые скупали гречку, просто-напросто, еще раз говорю, привести в порядок, да, хотя бы разложить эту гречку на полке, да. И начать ее есть уже в конце концов. Да, начать изучать рецепты, что там можно из гречки приготовить. Вот, нет, я говорю о том, что автомобиль, это же, ну, тоже очень важная часть, да, экстренная какой-то ситуация, да, он может что-то жизнь спасти, да, или там какие-то проблемы решить. Поэтому просто уделите внимание и исправьте то, чего давно откладывали. Это, кстати, я говорю в том числе сам себе. Потому что есть некоторые моменты, которые, ну, ты так вот миришься с ними тихонечко, да, а потом понимаешь, что в какой-то экстренный момент просто ты не можешь сесть хлопнуть машиной, там, дверкой, отправиться в соседний город, например. А очень важно, чтобы ваша машина это могла. Да, я помню, когда раньше у меня были довольно-таки древние автомобили, скажем так, как раз самые периоды ремонта были, когда снег таял и когда снег выпадал. Начинало выпадать. То есть вот это два периода, когда в машине просто ломается все, ну, в зависимости от состояния и от возраста автомобиля. Поэтому, да, я согласна, тут как бы и время подошло ремонтировать автомобиль. И ситуация позволяет уделить время своему автомобилю, то есть для тех людей, которые, например, не ездят в сервисы, а ремонтируют самостоятельно. Я уверена, среди наших слушателей такие тоже есть. Уделите время. Да, автосервисы можете нас не благодарить. Рождаем спрос. Да, а какие еще могут быть последствия, если не сейчас, то спустя месяц у автосалонов и у компаний, которые оказывают услуги автолюбителям, как ты считаешь? Вот у нас есть компании в городе, да, которые уже столько кризисов пережили, да, и, слава богу, у них все хорошо. Но не будем забывать, что даже очень сильные рынки, точнее, очень сильные игроки ушли. Например, все мы помним, что за рекой у нас был просто когда-то автомобильный город. Да, это Ферранордик, да, да, да. Ферранордик, Сапсан и так далее. Целый город был, в котором были десятки брендов, более чем 10 брендов. Да. Да, они первый премиальный бренд в город привезли и так далее. И вот компания, что называется, широко шагала, да, открывая дилерские центры там по всему ПФО и за его пределами. Но в итоге штанишки оказались порванными, да, и компания оказалась в таком бесстанном положении. То есть сейчас центр привлечения внимания, конечно же, сместился в сам город. Наиболее удачным, я считаю, расположение салонов «Мотор» и «Союз», да, потому что находится на основном трафике. Но мы знаем, что произошло с «Союзом», да, после ухода «Дженерал Моторс» компания, к сожалению, так и не оправилась. Вот была попытка взять «Форд». Ну, «Форд» тоже бренд, мало того, что сам по себе уже такой был кисленький, да, и в конечном итоге все равно ушел. Ну, я сейчас, как понимаю, «Форд» продает «Коммерческий транспорт». Нет, «Престиж авто» получили «Форд», ну, как бы, в целом бренд. Начали им заниматься, начали заниматься активно, хорошо. Мы несколько сюжетов с ними снимали, в том числе запредельный протест-драйв «Форд Эксплорера» на Крайнем Севере. Но «Форд» же ушел, как легковая марка из страны. И «Форд» в «Престиже» остался, как грузовой коммерческий транспорт. Вот так ситуация обстоит. Я помню лет, наверное, 11-12 тому назад очень популярны у «Форда» были «Форд Фокус» и «Форд Мондео». Ну, Мондео нет, а «Фокус» был абсолютным лидером на протяжении очень многих лет. То есть начало нулевых ознаменовалось просто каким-то праздником и феерией. То есть в том же «Сапсане» говорят, что ребятки на год с лишней очереди и вперед. То есть очереди действительно были сумасшедшими, спрос на рынок был огромный. Но причем спрос ведь был на все. Просто «Фокус» выпускался большим тиражом. Кроме того, всегда получался удачным по дизайну. Но прошло время, зашел «Шевроле», зашли корейцы, зашли большое количество других брендов. И конкуренция на рынке стала такая, что «Форд» потихонечку начали оттеснять, оттеснять, оттеснять. А когда ты столько лет жил в позиции лидера, уже к этому привык. Да, ну «Форд», мне кажется, просто не успел перестроиться на чаяния россиян. А корейцы очень хорошо все впитали. Кроме того, «Форд Фокус» уже был в классе «С». А смотрите, что сейчас происходит. У нас класса «С» практически нет. Его сожрал постоянно растущий класс «Б». Уже даже в некоторых брендах ввели там «Б1», «Б2». А кроме того, начали называть «С1», «С2». То есть бывшие «Б» стали называть «С». Например, в «Киа», «Киа Рио» называют не «Б», а «С1». То есть как бы маленький «С» класс. Хотя машина изначально была абсолютно «Б» класса. Но если вы сравните «Киа» 90-х, там, конца 90-х, начало нулевых, и сегодняшний «Киа Рио». Ну вот человек просто из того времени сейчас сюда импортирует к нам, посадит «Киа Рио». Он сказал, о, «Форд Мондео», наверное, это новый. То есть места реально в салоне стало много, и особенно для задних пассажиров. Поэтому такой класс как «С» был съеден, и «Форд Фокус» был один из самых главных жертв этой экспансии. Вот последние несколько минут я думаю о том, что в периоды кризиса под самым большим ударом оказываются лидеры. Правильно? Я рассуждаю, почему так получается. Мы говорим про «Ферранордик», который определенно был лидером в те времена. Это было лет 15, наверное, тому назад. Пришел 2008 год, кризис, они его не пережили, к сожалению. Был «Форд Фокус», о котором мы только что говорили. Пришел 2008 год, они не пережили тот кризис. В 2014 году, к сожалению, я не могу сейчас сразу подобрать какие-то примеры, но возможно, что сейчас лидеры, которые ощущают себя таковыми, они как раз-таки находятся под самым большим ударом. Вопрос в чем заключается? Вопрос заключается в том, что они должны предпринять для того, чтобы вот этот удар перенести с минимальными потерями. Как ты думаешь? Здесь не хотелось бы гадать на кофейной гуще, потому что, безусловно, очень важно и финансовое планирование, и финансовое управление. Но, честно говоря, когда я оказался в автобизнесе после «Медина» в 2004 году и посмотрел, как в автосалонах относятся к клиентам, я был в шоке. То есть на тот момент отношение к клиенту было на грани скотского. То есть продавцы, если еще автомобили как-то хорошо, более или менее пытались разговаривать и так далее, и то не всегда. То на уровне сервиса, на уровне приемки это было безобразие. Это сейчас огромное количество приятных, хороших моих коллег в то время. Ради бога, не подумайте что-то в вашу сторону. Но среди нас с вами были те люди, которые, собственно говоря, их можно назвать отделом по борьбе с потребителем. Как это похоже на правду. В 2007 году мы прям собирали активом автосалона «Союз», доносили до наших учителей, что очень важно брать эту доктрину на клиента ориентированность и следить за этим качеством жестко. Насколько можно жестко мы это ввели. У нас даже был инспектор по стандартам. И очень много внимания мы в первую очередь уделяли качеству работы. Результаты были хорошие. То есть мало того, что мы там многократно, ребята, выигрывали у нас конкурс на лучшего продавца. Самое главное, что мы пережили кризис 2008 года. То есть кризис 2008 года, когда начался, мы в продажах вынуждены были делать рисковые шаги. Но у нас очень хорошо сервис прям поднялся очень здорово. Потому что многие клиенты других марок там не простили своим отделом по борьбе с потребителями до их ошибок. И приехали к нам и были удивлены уровнем, качеством работы. К сожалению, это качество работы невозможно создать и чтобы оно работало всегда. То есть это как горящий камин, в который нужно всегда подкидывать дрова. Там время от времени трубу прочищать и так далее. То есть это живой организм, который нужно все время поддерживать. И меня, конечно же, очень радуют менеджеры по сервису, которые заточены на такую открытую работу с клиентами. Это происходит не везде. И я могу сказать, что там где-то сохранилось, ну, ребят, вы будете потихонечку со своими клиентами прощаться. Но здесь дело в том, что автобизнес, как и любой другой, это пазл, да, в котором очень много элементов. То есть сейчас и финансовое планирование, да, то есть нельзя забивать складами. Потому что, ну, держать огромный ассортимент – это хорошо, когда рынок живой, растущий и так далее, да, когда ты можешь в Москве приехать и называть цвет комплектации, у тебя прямо конкретной машине подведут. Но сейчас склад должен быть здоровым. То есть этому нужно уделить максимальное внимание. – Соответствующим спросу. – Ну, здесь, видите, дело в том, что конфликт между дилером и дистрибьютором всегда следующим образом. Когда клиент приходит в автосалон, он думает, что он пришел в супермаркет, и он может купить все, что хочет. – Да. – А дистрибьютор говорит, нет, ребята, вы не продаете то, что хотят ваши клиенты, вы продаете то, что мы выпустили, да. Конечно, клиент может заказать себе машину, и она уйдет в производство, встанет, так можно сделать. Но это единичный случай. Вот из всех моих друзей, которые покупают автомобили 1.2, которые готовы пожертвовать скидками, временем ожиданий и так далее, они прямо четко приходят и заказывают машину с производства. Отделка, цвет, опционал, чтобы было заточено конкретно под них. Но это грозит им многомесячным ожиданиям и грозит неизвестной ценой. Потому что заказать можно по одной цене, а получить машину реально по другой. И 99% клиентов покупают какие-то спецпредложения, текущий спрос, то, что есть на складе и так далее. Поэтому здесь нужно соблюдать баланс между тем, что требует дистрибьютор, и между тем, что просят клиенты. То есть у нас были совершенно ужасные иногда ситуации, когда склад реально приходилось оздоравливать. Например, в бытность мы работали директором по развитию группы компании «Левосмарт» в Ижевске. Разбираясь с логистикой, я обнаружил, что у нас на складе стоят 24 минивэна «Опель Зофира» без кондиционера. Я спросил логиста, как ты так мог взять эти машины? Он говорит, ну они же дешевые. Я говорю, ты понимаешь, человек, который хочет себе купить большую машину для семьи, априори он уже созрел, он уже денег заработал, ему не нужно экономить на каждой опции. Ему нужна комфортная. Как ты продашь их без кондиционера? Ну кондиционер он как минимум, когда возишь детей и взрослых, членов семьи, он как минимум должен быть. Для многих это уже была созревшая потребность, и мы, соответственно, перестроили маркетинговую стратегию продаж этих автомобилей. Мы не продавали их отцам семейств, кто пришел за большой хорошей машиной, а мы продавали ее тех, кто приходил за машинами меньшего класса. То есть кто приходил и выбирал себе скромную машину, он говорит, друг, добавь еще чуть-чуть, и ты получишь вот это. Ну да, форточку придется открыть, чтобы ветернул. Но многие из деревень до сих пор на тот момент так и делали. Мы их реализовали, но сейчас гнуть на склад любого дилера, там куча токсичных отходов, и не отходов, конечно, а куча токсичных моделей или автомобилепамятников, как они называют, которые на самом деле не памятники вовсе. Нет автомобилепамятников, есть автомобили особенные, для которых есть особенные покупатели. Конечно, такие машины надо продавать и не втюхивая, не впаривая. Кем, кому это не нужно, да. А поискать среди тех, кто к вам приходит, вот этот вот формат, ну это очень высокий уровень продавца, и мне бы хотелось, чтобы у нас киры такие появлялись. А они, кстати, есть. Да, будем надеяться на то, что автосалоны все выживут за счет сервиса более качественного, за счет более качественной работы с покупателем. Ну, будем на это рассчитывать, потому что... Ребят, наведите порядок с тем, что есть у вас, а со всем остальным разберемся. То есть, смотрим, внимательно следим за ситуацией. Как только ситуация с коронавирусом пойдет на спад, мы уведомим вас о проведении большого тест-драйва и будем рады познакомить вам с новинками, которые подготовил нам автомобильный бизнес и 2020 год. Поэтому берегите свое здоровье. Спасибо, что сегодня были с нами. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Про тест-драйв.